Здравствуйте, Муфтар Кабулович. Я Карибаев Шаден Шеренбекович, инвалид первой группы по зрению. Уважаемый Муфтар Кабулович, вы прекрасно знаете, что в нашей стране нет средств массовой информации, независимых. Поэтому я хотел бы обратиться к Генеральному прокурору Республики Казахстан через ваши популярные каналы. Надеюсь, вы в этом мне не откажете. Уважаемый Генеральный прокурор Гизак Нурдавлетович, 27 декабря 2020 года произошло ужасное событие. Следственные органы арестовали бывшего руководителя Казахского общества слепых, инвалида первой группы по зрению, пенсионера, тотально слепого человека, Аубакирова Байбалата Абалевича. Я считаю, что не было оснований для ареста данного инвалида. Тем более органы прокуратуры прекрасно знают, что есть приказ министра МВД, номер 530, от 19 августа 2020 года, согласно приказу, приложению номер 2 этого приказа, есть перечень болезней, которые являются основанием для освобождения от пребывания таких инвалидов с такими заболеваниями в местах лишения свободы. Зная, что есть такой приказ, тем не менее, они следственные органы арестовывают. Почему это происходит? Неужели данный инвалид совершил убийство или изнасиловал кого? А может, он совершил какой-нибудь теракт? Наверняка этого не было. Значит, и не было основания арестовывать этого инвалида. И именно поэтому я считаю, что арест и уголовное расследование по этому случаю является чисто заказным. Я бы хотел сказать, что даже в 30-е годы прошлого века, когда палачи нашего государства, Голощокин, Мерзоян, своими приказами без суда и следствия расстреливали людей, истребив цвет нации нашего народа. И тогда, в те времена, НКВДшники не посмели незаконно арестовывать инвалидов. А в нашем государстве, которое себя превозгласило демократическим, по крайней мере, это в Конституции так, такое происходит. Неужели наступают опять те же времена? Надеюсь, что это не так. И вот на этом фоне я бы хотел прокомментировать обращение инвалидов по зрению к президенту Республики Казахстан. Ведь в этом обращении инвалиды изложили очень большое количество фактов хищения государственных средств. И это никем не расследуется. Я не стану комментировать все эти факты, но хотелось бы об одном из них сказать. Бухгалтер двух корпоративных фондов, которая сама находилась в главном офисе Казахстанского общества слепых рядом с главным бухгалтером, совершила кражу более 6 миллионов тенге с этих двух корпоративных фондов, которые находятся вдалеке от центрального офиса в других городах. Надо сказать, что главный бухгалтер отслеживает все платежные поручения и оттуда 4% изымает в пользу ОКОС. Поэтому об этой краже не могла не знать и главный бухгалтер. Выходит, если это случилось в этих двух корпоративных фондах, наверняка это творится и во всех 57 корпоративных фондах Казахстанского общества слепых. И получается, это групповое хищение в особо крупных размерах. Это очень тяжелая статья. Почему эти факты до сих пор никто не расследует? И еще объясняют, что это главный бухгалтер, ой, не главный, а бухгалтер, который похитил, исчезла, и ее никто не может найти. Слепого человека нашли и арестовали, а этого бухгалтера не могут найти. Но кто в это поверит? Не могут найти, скорее всего, по другой причине. Если найдут, то она объяснит, что она не одна воровала. И тогда придется привлекать к уголовной ответственности очень большое количество людей. Кроме этого, хотелось бы еще об одном факте сказать. В прошлом году был осужден на пять лет инвалид-колесочник. Я не хочу сказать, что он не совершал и не отбеливаю этого инвалида. Но, когда его поместили в колонию, то не могли не знать, что есть такой приказ министра МВД. Но, тем не менее, он сидит. Но, почему-то, его посадили одного. Хотя, в этих госзакупках участвуют две стороны. Вторая сторона – это заказчик, это государственный чиновник. И ни один договор не обходится без дачи взяток. Я могу привести тот пример, когда в том же прошлом году в городе Текеле заместитель Акима попался со взяткой и, чтобы не пойматься с поличным, прыгнул в речку. Но, он единственный, кто попался. А ведь каждый договор обязательно без взяток не обходится. Если все это действительно расследовать, то у нас и тюрем не хватит для того, чтобы вот столько людей лишить лишения свободы. Но, тем не менее, такие факты не должны оставаться безнаказанными. И вот такой печальный вывод. Почему-то пару инвалидов посадили, а вся остальная масса – те же бухгалтера, никто из них не инвалид. Те же государственные чиновники, никто из них не инвалид. Но они все на свободе. Что у нас сажают самых беззащитных? Я надеюсь, уважаемый генеральный прокурор, я сумел довести до вас то, что творится в нашей стране, особенно в рядах правоохранительных органов. И я прошу вас осуществить прокурорский надзор над всем этим. И выявить эти, наконец, все нарушения, чтобы в дальнейшем таких случаев не было. Я все же надеюсь, что это случится.